Москва становится всё более приспособленной для людей с ограниченными возможностями. Тротуары, транспорт, социальные объекты активно оснащаются необходимыми указателями, пандусами и подъёмниками. Специальные лифты появляются и на новых станциях метро. Как оценивают безбарьерную среду те, для кого она создана? Об этом Илья Косторнов. Эту коляску с мотором Виктор называет «мерседесом для инвалидов». До Москвы на ней добирается на электричке, в столице без проблем передвигается на троллейбусах и автобусах. Безбарьерную среду решил расширить и подземкой. Мне говорили, что появляются новые станции, подъёмники есть на некоторых станциях. И я всё-таки решил попробовать. От помощи сотрудников метрополитена, сопровождающих маломобильных пассажиров, Виктор отказался. Доступность подземки проверяет самостоятельно. Вместе с активистами из Общероссийского народного фронта инспектируют новые станции Сокольнической линии. В подземку спустился в Тропарёво. У меня такая радость. Я уже строил маршруты, чтобы можно было ездить с одного конца Москвы на другой конец Москвы. Но оказалось, наличие подъёмника ещё не гарантия того, что им можно воспользоваться. Станция Румянцево. Проход к лифту преграждает дверь, запертая на замок. Сейчас по логике надо найти человека, у которого есть ключ. Эта поездка для Виктора превратилась в квест. Цель – выбраться из подземного лабиринта. Здравствуйте. Но она это не хочет. А что она отвечает, скажите? Ну, она отворачивается и закрывает лицо ладошками. В поисках выхода Виктор отправился на конечную – в Соларево. Здесь ситуация аналогичная. Помощник для инвалидов есть, правда, общение с диспетчером превратилось в монолог. Здравствуйте. А я тут на колясочке, возле лифта, станция Соларьево. И как мне подняться? Лифт не работает. Раньше девушка появлялась, а сейчас она куда-то пропала. Может быть, не обеденный перерыв? Служба безопасности, они сказали, что ищите дежурного по станции. Но дежурный по станции куда-то пропал. На помощь пришли неравнодушные пассажиры и рядовые сотрудники станции. 160-килограммовую коляску с Виктором осилили в пятером. Ну, ничего страшного. Я всегда располагаю. Этот маршрут длиной всего в три станции для Виктора стал по-настоящему экстремальным. Он, однако, считает, что виноват не только метрополитен, но и сами инвалиды, которые, как правило, дистанцируются от внешней среды. Как только мы начнём сами инвалиды пользоваться, приходит не я и мои несколько друзей в это метро, а каждый день по несколько человек на колясках, то сразу это всё заработает. В метрополитене уверяют, подземку стараются сделать доступнее. Каждого инвалида готовы обслужить индивидуально. Достаточно лишь оставить заявку. Более трёхсот сантрудников, инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров готовы помочь обслужить пассажиров, которые по каким-то причинам не могут передвигаться самостоятельно, или пожилых пассажиров, помочь перенести им багаж. Лифты в Соларево и Румянцево, говорят, простаивают временно. А запустить подъёмники обещают уже в конце апреля. Илья Косторнов, Дмитрий Шестухин, Сергей Кукушкин и Юлия Нетребина. Вести Москва.